Всем привет! Сегодня нас попросили очень-очень подробно рассказать вот про такие вот гордины. Честно, я первый раз держу камеру в руке, поэтому какие-то, если будут косяки и агрессии, надеюсь, ребята мои поправят все. В общем, не обессудьте. Значит, частичное затемнение, стоит 2 500, называется Веркроуз. Они в белом цвете. У них еще идут прихваты, но прихватов мы вот в выставочном образце не увидели. Сейчас я вам покажу их вот так. Они на окне со светом. Сейчас мы их будем более подробно, детально смотреть. Этот обзор, наверное, больше будет интересен девочкам, потому что по шторам у нас специалисты, в основном, девочки. Вот смотрите. Значит, вот так вот они подшиты. Они, кстати, 2,70. Если у вас трехлитровые потолки, вариант не для вас. Любят чем-то наращивать, но тоже, если вы знаете, что это вообще не вариант, да? Вот шов у них. Здесь они не подшиты. О господи, вот дали обезьяне камеру, да, называются. Вот такой вот кант. Значит, смотрите. Вот на просвет, да, руку не видно. То есть, в принципе, блокировать будут нормально. Ну, написано, конечно, частичное затемнение. Вот такой у них рисунок. Рисунок набивной. Он, кстати, полностью гладкий. На ощупь он не ощущается. То есть, он вот так вот аккуратно выбит. Сейчас вот их раздвину. Еще раз повторюсь. Таня первый раз камеру в руках держит. Сейчас вот увеличу снизу, покажу, как это в масштабе рисунок выглядит. Ну, слушайте, интересные занавески. Цены, по-моему, адекватные, кстати. Ну, уже тоже, да, на любителя. Что, из чего они у нас состоят? Значит, это полиэстер стопроцентный. Усадку. Они могут дать до 4%, но как синтетика даст усадку, честно, непонятно. Машинная стирка на 40 градусов. Сейчас давайте вот так вот этикетку покажу. Вот так примерно. Ну, хотя так же можно сегодня на сайте. Ну, вот эти вот занавесочки. Это наша подписчица с канала просила про эти показать и рассказать про эти занавески. Пойдемте мы с вами посмотрим еще, какие занавески есть на окнах. Потому что то, что они так вот в кучку, их тяжеловато смотреть. Так, вот это в Вилбурге. Часто их просят. Привозим мы их много на заказ. Наша служба доставки в Саранске. Они прозрачные полностью. Вот это у нас зеленый. Камера все равно, мне кажется, немного любая камера будет искажать. В реальности они такие ближе к серо-зеленому. Ну, конечно, как потом вот на мониторе. Они более такие яркие. В реальности они потускнее. Это в Вилбург бежевые. Ой, вообще как светит камера. Во-во-во поймал. Вот реальный цвет. Крупненько так делаю, чтобы было понимание. Они, кстати, два... Нет, они трехметровые. То есть если длинные окна, то можно их уже. Сейчас, кстати, попробую поймать на зеленый. Не получается. И серый Вилбург. Вот они. Они, кстати, с таким вот блеском, он такой незначительный. Вот. Поймала серые. Еще раз пробую зеленые. Увы, нет. Не хочет. Цвет не тот. Ну, вот более-менее вот так вот к реальности. Так, это в Вилбурге. Они все по 3999. Санелла. Это мои любимые шторы. Хлопковые, из бархата. Вот если у вас солнечная сторона и утром спать мешает. Это вообще оптимальный вариант для вас. Тоже, кстати... Тяжеловато, кстати. Почему-то зеленый цвет на камеру дается. Он почему-то изумрудным. Я его через камеру вижу. Стоят они 4999. Они в разных цветах представлены. Тоже трехметровые. В плане ухода, первый раз для ухода лучше в химичистку сдать. У меня такие шоколады. Они уже вышли из ассортимента. Классно смотрятся. Мне нравятся. Ну, лучше их постепенно покупать. Извиняюсь, а кашель. Так. Шторки Блаквия. Тоже популярны довольно-таки у нас саранские-то занавески. Здесь такой набивной рисунок жаккардовый. Полоски цветочки. Это белые 3000. Это бешка. Они сейчас 2500 до 17 декабря. Поэтому, кто хотел купить, не купить возможность сэкономить. Почему-то они больше серыми на камере смотрятся. Они классически бежевого цвета. Немножко здесь блестящая нитка, но ее, в принципе, особо не видно. Ну, такие, знаете, набивную все-таки шторы. Рисунок сложный. Поэтому, наверное, не каждому интерьеру подойдут. Они еще с прихватиками. Так. Это Оливина Спэт. Тюль. Сегодня мы ее снимали в большом обзоре, показывали кухню. Ну, сами понимаете, ролики не выходят всего в один день. Их нужно еще обработать. Вот такая вот тюлька. Так. Пойдемте еще посмотрим, что есть по окнам. Миллион раз извиняюсь за хрюками. Так. Это Марема. Они тоже в разных цветах. И, кстати, такие висят у нас дома. Навязком. Третий год. Живо-здорово. Из минусов. Дети проковыряли дырку. Кот надел зацепок. Стираются нормально. Гладится не очень. Ну, как. Так вот. Либо посильнее тюк нужно с отпаривателем. А так. Не особо они мнущиеся. Вот помяло. Вот видно, да? Ну, если понятно только, если их так вот жмакать. Они трехметровые. Знаете, из остатков очень хорошо получаются подушечки. Вот они так вот на окне. Ну, так как я снимаю близко, то есть общий обзор не получится. У меня такой вот сделать. Только детальный. Так. Эти мы уже смотрели. Мария. Стерель. Эти занавески стоят 3 тысячи. 1,45 на 2,70. Они розовые. Они хлопковые. То есть структура хлопковидна. Вот они в упаковке. И полупрозрачные. Руку видно. Не только очертания. Сама рука уже видно. Передает камера цвет. Вот сама фактура. И, кстати, нужны вот такие вот полупрозрачные. Занавесочки. Венсколик. 999 рублей. Они белые. С розовым таким набивным рисунком. Они как ближе к тюле. Только хлопковая такая тюль. Вот. Вот как это смотрится вместе. Конечно, они мятые. Давайте пройдемся еще немножко по отделу штор. Кстати, по занавескам, сами понимаете, да? Сразу кучу обзоров на все не снять. Их очень много. Поэтому какие-то конкретные занавески надумали покупать? Пишите нам. Мы каждую неделю бываем в Икее. Просто снимем для вас обзор. Вы посмотрите и определитесь. Так проще, я думаю, купить, посмотрев, чем покупать совсем за глаза не глядя. Вот такие новиночки. Болтаются бумажками. Еще раз повторяюсь. Меня не ругать. Первый раз в руках камера обезьяна с гранатой. Такие вот красненькие и зеленые. Так, ну, в принципе, все. Больше на окнах тюля, к сожалению, нет. Ребят, мне мои подсказывают. Еще здесь одно окно. Пойдемте, я вас проведу. Здесь у нас виваны. Виванчик зеленый. Виванчик бежевый. Они по 999 рублей. Полупрозрачные. Кто-то использует их в качестве на ослее, кто-то в качестве основного. Вот. Висят серый, бежевый и зеленый. Вот так три цвета. Ну, более-менее реально передалось. И вот белый виван. Вот так вот. Сейчас все четыре цвета посмотрите. Это все виваны. Вот они. Так вот они на прозрачность. То есть руку видно. Как полноценная занавеска не получится. Кстати, вот еще. Такие вот разноцветные занавески. Они с прихватами. Прихваты всегда на липучках. Ну, хотите использовать, хотите нет. Так, это у нас называется редарф. Есть, кстати, такие чехлы. Туго пока у нас дружатся. Я и камера. Так, вот такие котики есть еще. Тоже есть такие подушки отдельные. Котики у нас полностью непрозрачные. Свет не пропускают. Частичное затемнение дают. Значит, что у нас по денежкам? Занавеска называется Маттрам. Вот ее размерчики. Фоточка дизайнера. Кто ее сделал? 1999 стоит. Сейчас задвину, покажу. Вот такие кошаки. Кстати, хорошо серия ходит. У нее подобные давнишние с деревьями. Так, со мной его мы с вами уже смотрели. Пойдемте еще тюльки посмотрим. Кстати, в этом году тактия. Вот такая новогодняя тюль. Видите, да? Вот и в посуде вот такой символ использован. Восьмиконечная звезда. Символ благополучия, семьи, радости. Значит, что это у нас? Это терресе снежинки. В этом году вот такие снежинки. Киоманы знают, что каждый год терресе выходит в разных сериях, в разных рисунках. Это вот аналина фиолетовая, по 270 рублей органза. Это зеленая. Это вот серая. И это бежевая. Вот так вот более-менее видно. А 279 рублей они. Так, у нас еще осталось несколько окон. Раз уж мы начали обозревать их все, давайте смотреть. Так, ленда. Светлые бежевые. Они ленемые. Вот с такой полоской. И они тоже с прихватами. Прихват, к сожалению, грохнулся. Такой вот хвостик. Они в разных цветах. Ну, по поводу блокировки они, конечно, не до конца блокируют. Очертания руки видно, да? Они не до конца блокируют. Вот видно очертания руки, полупрозрачные. Вот такая тонкая шторка есть. Энглари называется она. 1200 стоит. Вот такие вот цветочки на ней выбиты. Так, это вилборг только в желтом цвете. Мы с вами уже смотрели в этом обзоре вилборг и в других цветах. Это желтые. Будешь, значит, на окошке спрятаем. Новинка. Вот такие вот гардины с парворд. Тонкие гардины. Слушайте, ребята, из половины тысячи. Я, конечно, вам покажу, но что-то я не поняла, за что, честно. Вот такие вот. Сейчас посмотрим, что они из чего. Они полиэстер, искусственный шелк. Думаю, что я одна этикетка читая, никто не видит. Вот из чего они состоят. Ну, остальные не спорят. Так, еще два окна у нас. Здесь даже не окно, а сборная солянка, тюли всевозможные. Ницца. Зеленые такие цветочки. 1600. Дальше. Минитрод. Ну, кстати, осталось бы получился полный обзор по занавескам. Кому только не все ночные брали. Вот они. Птички. Китайские огуречки. Очень любимая занавеска у нас у девочек в Саранске. Такие берут и рулонки. Называется массипа. И тюльку. Вот еще и дали. Видите, кстати, интересно. Смотрите, что у них все одно любители, да? Вот бабочки. Вроде бы тюль, органза. Да, на нее такой вот этот нежный рисунок, и окошко уже по-другому смотрится. Сальфри. Тоже вот такие вот загогульки. Еще раз повторюсь, целиком не получается, да, показать, потому что они все очень высоко висят. Я думаю, вот такая вот картинка у вас особо, как бы, ну, понимания не будет. Вот такие. Поэтому я показываю вам сейчас рисунки, как это выглядит на просвет, чтобы, посмотрев, например, параллельно на сайте, вы могли увидеть более крупный план рисунок. Так. Вот это, кстати, тоже новинка. Называются они Майгу. Они тоже в разных цветах. Как-то мы уже в каком-то обзоре Майгу затрагивали. По-моему, в трехкомнатной квартире у нас они были. То есть вот они непрозрачные, плотные. Такие хорошие с навесочками и цена адекватная 3000. Вот с навески. На камерах больше какими-то синими визит. Вот еще Black Viva, про который я вам говорила, бежевая. Она сейчас по скидочке 500 рублей, но тем не менее. Можно сэкономить. Вот рисуночек. Вот. И альвина. Кстати, альвина с Black Viva, видите, как сочетается. Да? Тут цветочек, тут цветочек. Так, ну что, по занавесочкам у нас все. Поэтому пишем. Ставим комментарии. Лайки не забывайте ставить. А мы будем вам с удовольствием отвечать и записывать для вас новые-новые обзоры. Вот сейчас параллельно показываю, какие еще занавесочки из тонких есть. Если нужен более подробный детальный обзор на какую-то шторку, пишите. А мы для вас снимаем. Ну что, всем пока. До новых встреч. А, кстати, не забывайте подписываться на канал. До новых встреч. До новых встреч. До новых встреч.